на что съемочки короче ты заметил еще одну приколюху оказывается у него есть заводский на резину наклейки очень прикольно не видно насколько она изношена короче если колес очень большие есть развал наклеют наклейки и в конце сезона смотрят насколько наклейка изношена насколько у тебя хороший развал вот такая движуха и сейчас пошла только тема а вы что скажете какой ваш топ пойдемте покажу пойдем покажешь топ топ-3 да да хотя бы один топ да ну чё в этом опеле нашли опель как жопель ну да диски нормально ну супрема на весь кузов и я могла подожди куда все идут и точки такие прикольные стоят ну да нормально палец а чё куда все футбольчик ладно пойдем посмотрим что там казнь не понравилась заднем машина да сзади там сток сзади что смотрели даже смотреть ничего в общем ребят такого-то у нас не больше топ топ-0 я бы назвал бы даже сбегутся снимаю там до сюда как бы ну такое на нашу а эту спаржу пришли оценивать да это короче это фанаты спаржи это сбежались будут оценивать как из тагила ребята сделали одиннадцатую да насколько круто это получилось такой кастом лампала мастер на максималку ну вот это тоже нет у меня это больше всех нравится это реально то ну хоть что-то такое тут будет расширение на какой-нибудь она и зная будут 15 ширина а 12 но так сказал сразу так это я тут уже у многих увидел но именно длинных карандашей конечно малого кого полку не трожь святое да их каждом в каждом тюнинг магазине сейчас продают эти гайки футбол гонять футбольчик игра для пацанов вот смотрите это короче как у борща у борща найти из питера у него же тоже такая спикера и синие да да вроде синяя короче до седние одинаково ну кабрика вот мне нравится то что это кабрик ну как да 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 москитная сетка и сюда вот аквапринт просто себя выдает аквапринт вот ну просто в общем какой-то сейчас карбон а или это пленка или атака принт это по моему пленка боя но она какая-то честно такое знаешь если вот есть издалека строить вот тот который далеко то вот этот на вот косяк пузырьки видишь пузыри воде но но как бы не соврать мне не нравится то что она какая-то поножена то твою машину фотографировали а я то кстати заснял так правильно такая жира басина стоит единственная из десятого семейства ну как они пофоткать я думаю это топ-2 . там топ-1 стоит на 12 я же все-таки посмотрел у меня сгон реально погнуло опять один какая-то он стоит супремо супремо дело что мне понравилось это там грузовая стоит стоят возле моей машины говорят смотри смотри я поворачиваюсь а мне говорят не смотри ну ладно ну как то так в общем проходит все пошли гонять футбол что еще сказать я же ровно себя снимаю а вообще снимаю на ты снимаешь но у тебя откат и сейчас снимал у тебя было лицо темное нажал у тебя теперь светлая автофокусирую пока так вот кстати я сказал я отмыл все стекла как бы и ты чтобы загнуть надо прям заходить и глядеть а так уже все отражается ничего не видать намыл намыл просто намыл дитим он уже в пихи вот мы крылья который еще даже снято матрица и даже ничего не известно с ним а уже уже клиентов короче на подерживают да вот на днях только срок срок пороге ошибок вчера забрал покраски но вот полностью перекрашивать снова в raptor в мелкую крошку не знаю там что надо делать там же еще утиный хвост будет еще же там не только да то есть тут бампер просто сейчас уже сделать тут еще расческа будет как бы тут тоже кастом поездка мама оригинал 91 год данных все на стиле здесь точками с наклеечками как всегда по стилю посередине лабаша зачем нас марк или чайник ну такой чайник кстати а гольф он стоит видимо кто не попал консул сувари башка тоже такая оля 2007 год underground башка вот башка мерседес юб гольф блин нифига сколько здесь аль теста вообще прям как жопы жуй блин раз два там еще там сколько там вообще прав в тюмени эти альтезы как пирожки на расходятся у вас в это чё за ужас это чё это мазда на восстанах ну такой там другая была ну блин ну бля у него ублюдки ублюдки вот перед салона нормально вообще здорово а жопа но это у волга покрашена все у волга просто все это за швы как как это вообще вот вот это вот что за швы нет а вот именно распорка все каркас он полтовой классный хорошо покрашен реально холодная восьмерка нормально я бы так хотел делать диски ну конечно же я так-то он нормально нашел в себе хочу сказать вообще прям бодрую резину но она уже сдохшая но это было видно по торпеде что она короткокрылая потенза блин а точок за профиль такой 165 55 14 довольно таки редкий профиль на 14 эти хромированные но у него как бы зря такой заказ по под классику полу подгонку как-то диски бы хотя бы нормальным шел на мая пойдет для столько ауди на ослах уже даже видно у вас он видно за километр короче вот такая мини парковочка у нас это как обычно кто не успел кто-то опоздал негатеринбург где я походил давайте орать будет еще города были он устал Всем здравствуйте! Сегодня, в отличие от прошлого года, судейство было намного сложнее, потому что приехало намного больше крутых проектов. Так что не будем долго затягивать, начнем с Реста. Реста, мы выбирали машину, которая была отреставрирована ближе к стоку, смотрели полностью на автомобили. Так, ну в общем, ВАЗ-01, Вишневая. Ну, блядь, ну, базар. Где ты, где ты, где ты, где ты? Вишневый, ВАЗ-2101. Пойдите по колесам, вдруг у него сигналка есть? Идет! Давай, 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 бегом! Не замкнись! Давай, 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 давай! Ну, сейчас уже кровь, всем поаплодировать! Давайте хлопаем, хлопаем! Ну, поздравляем тебя! Сразу и ты не ожидал, я думал, давайте... На автовазе, который? Нет, не будем. Копейка тут. А, все, поняла. Нам придумали очень интересные номинации, нам было сложно подобрать, поэтому пушку-гонку мы выбирали по внешнему виду, по подходу к тюнингу и по дикости. Поэтому, Тигуан, иди сюда! Тигуан? Нихуя! Тигуан, это... Давай, иди сюда уже, наконец-то ты сюда выиграл! А этот, что ли? Довно! Спасибо, что не приделал сплингер-доскочку! Ну, какое? Блядь, это вообще... Какая пушка-гонка, ты где? Давай, иди сюда, иди! Да Тигуан, блин! Кринингл! Примерно посмотрели просто, кто обнаглелся весом. И самый широкий автомобиль фестиваля, это синяя Альтеза у нас. Давай, давай, давай! Ну, так ладно. Мы посмотрели на всех, кто готовился к сегодняшнему фестивалю, и кому это далось не так уж и просто. Поэтому желтый гольф. Спасибо, что ты приехал, не смотря на то, что у тебя все ломалось. Иди сюда, желтый гольф! Ну, Антошка, ну как? Давай, давай, давай! Я знаю, что ты хочешь спать, что ты устал. Спасибо, что доехал. Это номинация тем, кому было трудно до сюда доехать. Как ты думаешь? Трудно было ему доехать? Да, это Айвентис. От Сбринглс, иди сюда. Этот парень просто сумасшедший. Поздравляю с тобой. Номинация, наверное, больше шуточная, наверное, потому что у всех разное понимание о фитменте автомобиля, поэтому номинация называется «Питак, как у бывшей». Это что у нас, подожди? Типа, самый большой седьмой. Следующая номинация «Лимбо» версии 2.0. Фестиваль. В этот раз мы решили посмотреть на автомобили немножечко с другой стороны. Не со стороны, насколько они сами по себе низкие, насколько они были занижены от стока. Вот. И поэтому, опять же, тот же Тигуан. Не надо занижать. Давно! Мы решили наградить еще самую дружную команду, которая приехала на фестиваль. Да. Принглс. Это команда «Альтеза Клуба». Кто-нибудь представитель, идите к нам с Владом. Странная номинация, но она называется «Лухари Стэнс». Мы походили, посмотрели на наши випочки, потом на стэнс машины и нашли золотую середину. Вон она черненькая там стоит. Мазда. Мазда. Где он? Иди сюда. Вот это поворот! В этом году, когда мы искали самый громкий выхлоп, это было очень сомнительно, очень шумно. Пахло выхлопными газами. Поэтому в этом году побеждает... Договорился. Поэтому в этом году побеждает Nissan Leaf. Кто? Это электромобиль. Он устал. Но похлопаем ему за самый громкий выхлоп. Но как тебе громкий выхлоп, у которого нет? Спинеты. Которого нету. Его нету. Вот, слышите? Слышите, как он грузнее? Говно! Он победил выхлоп, которого нету. Это вообще не то. Так же бесшумно, как и приехал. Я знаю, кого он самый громкий. Нормально. Где фитуха-то, да? Почему у нас только один автомобиль лежал полностью? Не будем поздаться! Здесь фитуха. В сердце. Белый кольф на фиолетовый диск. У него все было аккуратненько и четенько. Ну сидят же еще у костра, он отдыхает. Ну это сам. Нормально. Чайный. Поехали за Илюхой. Ну как? Фестиваль закончился. Мы поехали, то есть, домой. А те, кто пьют, то есть, остались. Чтобы их потом забрать. В итоге приезжаем. Спустя минут 30, наверное, тут заходим. Уже никого нету. Долбит музыка. И вот в конце вот этой аллеи, на которой мы стояли за нем, просто с Илюхой на машина долбит и долбит. Или как его сейчас собрали. Ну зато хотя бы встречающуюся палочку получил сиреневую. Вот. Ну народ развлекается. Я аж не пью, не курю. Мне это что делать? Хрен ли. Ладно, они там где-то поехали. А, вон, кстати, и едут. Смотри, смотри, отойди от машины. Давай я сейчас заляпаю. Отойди, отойди. Эй! Нету денег. Чик. Мост влюбленных. Короче, тем временем мы уже съехали с квартиры. Сейчас просто приехали на Тюменскую набережную. Погулять. И так пофоткаться. Конечно, погода такая. Дождик, но сейчас вроде уже перестало. Солнышко. Ехать нам 6 часов. Половина ЕК тоже выехала. Вот такая набережная у них. В принципе, однообразная. Ой. Вот. Вот. Тихонько фоткают. Влогеры понаехали, скажут. Много туристов. Странные знаки для моста. Уже немного. Сфоткаться. Позже сфоткают? Не, плохо смотрели. Парень, мы в говно. Палины Да, это я вижу Да, это снимаю Какое лесо уже там снимает Шипы выкручивают Ну, знаете, меня тут подогнали Но нормально так Такие же для тебя? Да, точно такие же Теперь все немножко меняется Мы уже гуляем по Тюменскому торговому центру Смотри, какая зона Ну, такое Сейчас идем похаваем Да, наверное, поедем уже Это пора Бензин тоже прожигать не хочется Ну, зато в Тюмени покатались Кушаем, выезжаем домой Школьники Просто до последнего с жадностью набирают воду Как вы считаете, нормально? Вот так вот Выехали мы с Тюмени Похавали в местном Бургер Кинге Посмотрели на отчетавших школьников Надеюсь, нам хватит полутора тысяч рублей При дальнейшем курсе рубля По отношению к бензину Короче, куда хуй я говорю Ладно, все Выехали мы с Тюмени Тюмени у нас остается где-то сзади Засекаем время Ну, сколько мы доедем до дома В принципе, неплохой город Но, опять же Сказать, что я уеду, что-то интересное Тоже нет Проедем домой Составим топ Хотя бы Три тачек с фестиваля А то что-то как-то реально Если честно, я ждал больше вот Тюмени Ну, все Поехали Так устал, конечно, успокоили Ехать там уже Уже практически приехали к Екатеринбургу Уже просто на автопилоте, грубо говоря, едем Ну, вот, короче Не знаю Пыльник вроде бы на месте С двух сторон одинаково Диск тоже на месте Суппорт Тоже на месте Колодки, конечно, не видно Но вот что-то накапало Там вроде тоже все на месте То есть Больше ничего Но тут только мокро Все А так я даже не вижу признаков Что бы могло Случать Если только Пора, но тоже нет Им наеду и начинает Долбить Неприятный такой Лвук Ну, колеса На месте Гайки все проверил То есть Если только Вот эта вот Которая болтается Но она не может же Такой хороший звук издавать Как бы Остальные все закручены Проставка тоже На месте То есть Вообще не знает Что может быть А тем временем У меня Отъебнул подшипник Ступицы Ну, что поделать Еду домой Тихонечко На аварийке Конечно Пришлось Чуть-чуть Поднавалить Когда возвращался Домой Время уже Час ночи А мы только приехали Вот Отвез Диму Так что Будем завтра Чиниться А прошлось Конечно Не без потерь У Дениса Там тоже Лопнуло Два колеса У Лихи Что-то в опоре Застучало То есть У всех Нашлась Какая-то болячка У меня еще Кстати Пошла По одному Месту Моя независимая Подвеска У меня Опять Погнуло Сгон То есть Развал Я уже вам показывал Что на одном Больше На одном Меньше Колесе Опять же Надо все делать Ну Как бы В этом и хороша Дальняя поездка Что Она показывает Что в машине Сразу может Отвалить Что нет Что надо делать Что можно Ставить Ладно Время Позднее Надо на горшок И спать Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры